Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мы с парнем живем в доме его матери. Денег снимать в квартиру нет, так как я студентка, а парень не выплачивает кредиты своей мамы. Бюджет у них отдельный, меня никто не посвящает в денежные вопросы. Я вынужден иногда просить деньги, если что-то нужно, но мне снегами помогает моя мама. Парень был сам инициатором моего приезда к нему из общежития. Его мать нарушает наши личные границы, заходит в комнату, в ванную, складывает вещи по своему шкафу и без разрешения меняет постельное белье и убирает. Хотя у нас никогда не бывает грязно. Парень ругался с ней из-за того, что без стука заходит в любое время. Она пристает, но через какое-то время все начинается опять. Каждое утро она запускает в комнату своих собак, которые будят нас ищу мять, потому что они просятся. Границ для нее не существует в принципе, в остальном ее сын не видит проблем и не понимает, почему мне что-то не нравится. Считает, что мать ничего такого не делает. Готовит все время только она, хотя я умею и люблю это делать. Когда я что-то готовлю и убираю, она как коржин возле меня пытается влезть в процесс. Пища вечно перчит, хотя я много раз просила не делать этого, так как у меня больной желудок. Наше время говорит, как любит нас и желает, чтобы мы быстрее поженились. Но как закончатся кредиты? И в глазах сына она белая и пушистая. Что мне делать? Съехать ли обратно в общежитие? Я устал от такой жизни уже год так живым. Спрашивает Аноним. Вы знаете, Аноним, в вашем тексте, на мой взгляд, присутствует некоторая... Это такая, как бы, так сказать, недосказанность, как будто бы. То есть, как будто бы, вот, чего-то вы не договорили здесь. Вот, потому что, как мне, по крайней мере, кажется, как мне, по крайней мере, кажется, вы здесь не донесли до нас всей полноты информации, которую вы описываете. Да, то есть, вы приводите примеры поведения, как бы, мамы вашего молодого человека. Вот, ну, говорите о том, что вам не нравится. И, в принципе, это можно понять. Вот, но не совсем, на мой взгляд, не совсем, на мой взгляд. Здесь очевидно, как вы в этой ситуации оказались и чего вы хотите. То есть, вы хотите, чтобы мама изменилась, а он молодого человека. Вы хотите, чтобы молодой человек изменился. То есть, в этом смысле, по-другому, вот, себя стал вести. То есть, в этом смысле, я бы сказал, что... Не совсем понятно, да, к чему вы клоните здесь. То есть, она для него белая и пушистая, говорите вы, ну, получается. А для вас она получается злая, так, что ли? То есть, ну, я надеюсь, что вы увидите, что вы, как бы, человека демонизируете. Потому что, может быть, мама, вот, ну, в смысле, его мама, действительно, вот просто, ну, вот такой человек. То есть, это то, на что вам нужно обратить внимание, как мне кажется, потому что, переезжая, как бы, вот, в дом, да, в квартиру, к людям, вот, конечно, в первую очередь вы живете по их правилам, вот. И выстраивая отношения с ними, вы уже можете, в принципе, проявлять и продвигать свою позицию. Мне же здесь кажется, ну, в этом смысле, что вы, как будто бы ждете от... Ну, от молодого человека ждете, что он будет, ну, как-то, вот, вести себя... Ну, по-другому, что ли? Вот. Что-то. Так это выглядит. Понимаете? И, на мой взгляд, эта позиция, она, как раз, вам не мешает, достаточно, ну, достаточно, достаточно сильно, я бы сказал, мешает. Понимаете, да? То есть, она не позволяет вам защищать свои интересы. Она не позволяет вам в этом смысле, ну, быть собой. Она не позволяет вам чувствовать себя свободным, вот. Ведь зачем-то же вы живете с, вот, молодым человеком, да, на протяжении года. То есть, вы на что-то рассчитываете, вы на что-то, ну, надеетесь, вот, или как это у вас? Ну, про все, происходит. Вот. Поэтому есть у меня такое ощущение, что вы, ну, вот, здесь находитесь в такой позиции жертвы. Ошибаясь, что вас, как-то вот, поддержат вас, как-то, услышат вам, как-то, ну, помогут. Ну, а в итоге, в итоге, ничего из этого не происходит, к сожалению. И мне кажется, что здесь нужно смотреть не на молодого человека и его маму, а на то, что хочется, на то, что он волнует вас, в первую очередь. Да, вот это мне кажется, в принципе, куда более важный момент, чем вот то, о чем вы говорите. И я думаю, что, ну, учиться, опираться на себя, да, то есть, ну, полагаться на себя, вот. Вам необходимо учиться, вот, потому что без этого вам будет довольно сложно и тяжело. И вот этому, как раз, может научить вас, ну, психолог, как раз, может научить, может научить вас полагаться на себя и отстаивать, как бы, свою позицию, вот. Сейчас у вас это не получается делать, вот. Ну, в принципе, что, вы, как бы, здесь жалуетесь, спрашиваете, что мне делать. Да, что мне делать, чтобы что? То есть, как бы, ну, вот, чтобы что, цель-то какая у вас? Ну, вот. Опять же, вы говорите, что молодой человек, как бы, сам был инициатором переезда вашего к нему. И что дальше, что он был инициатором? Это что-то означает, это что-то, это что-то значит, что вот он, ну, что он был инициатором переезда. То есть, я как-то, вот, этот момент, честно говоря, не очень понимал. Вот. То есть, он был инициатором переезда, вот, и поэтому, что он как-то ответственность за вас несёт или что. То есть, тут вот тоже есть такие аспекты, да, на которые вот как-то хочется, ну, хочется как-то вот, чтобы вы обратили внимание своё на эти аспекты. Вот. Потому что это, на мой взгляд, достаточно важно. И я очень-очень-очень надеюсь, что вы сами для себя на эту тему подумаете, да. Я очень надеюсь, что вы для себя этот вопрос, ну, вот, сможете решить, вот, и сами, в общем и целом, да, определитесь с тем, вот. Вот, ну, чего вы хотите, вот, как мне, по крайней мере, ну, вот, в данном контексте видится это. А мы вам, мы вам можем помочь определиться с тем, чего вы хотите. Это, ну, не так сложно, как мне кажется. Вот. Главное, ну, как бы этим заниматься, да, главное, надо обращать вот своё внимание, да, и, в принципе, на мой взгляд, всё получится, всё будет, ну, хорошо. Вот. Вот. Если вы не уверены в себе, если вы чего-то боитесь, например, да, если вы, вот, чего-то боитесь, то, конечно, с этим можно и нужно поработать. Вот. Ну, в целом, да, вот, как-то есть ощущение такой вот недосказанности, кроме того, что вот вы говорите, что границ, как бы, для неё не существует. Вот. Вот. Ну, да, 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 для неё не существует границ, это правда, вот, ну, как бы, что дальше? Она же не изменится, вот. Я бы сказал, что могут быть у вас трудности с молодым человеком, вот, то есть, ну, вполне возможно, что вот есть у вас, трудности с молодым человеком, вполне возможно, что есть у вас трудности с доверием между вами и молодым человеком. Вот. Вероятно, молодой человек вас или к вам не прислушивается, так как вот вам бы этого хотел. Понимаете, да? И в этом смысле, и в этом случае тогда уже можно и нужно, да, говорить о проблемах. Ну, между вами говорить о, ну, о трудностях между вами и решать их, а не переключать внимание на маму. Там. Вот. Как-то так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощь, вам она пригодится. Вот. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой и позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Доброе утро. Перерапия. Продолжение следует... Продолжение следует.